Вот ребята со школы номер два написали письмо водителям. Здравствуйте, вечером прочитать. Дорогой водитель, вы, наверное, тоже родитель. Хочу вас попросить, не спешите на дорогах. Эти простые строчки из писем балаковских школьников к водителям. Начинаются каникулы, и потому ребята решили попросить тех, кто за рулем, быть более внимательными. Мы хотели, чтобы водители были как-то предосмотрительнее, потому что сейчас начинаются каникулы, и по большей части дети будут проводить на улице. Вы раздаёте какие-то письма, что в них написано? Да, там написано, чтобы водители их прочитали, улыбнулись и были аккуратны на дороге. Сами водители реагировали на акцию положительно, и каждый обещал, что на дорогах будет более внимательным. Расскажите, пожалуйста, как ваши впечатления от такой акции, будете ли читать и прислушивайтесь к советам. Опять прочитаем, обязательно прочтём. Спасибо. Сами правила соблюдаете? Обязательно. Акция приятно удивлена, интересно почитать, что там написано. Как думаете, что дети написали? Ну, что-то хорошее, наверное. В этом году на территории подведомственной Балаковской госавтоинспекции произошло 9 ДТП с участием детей. Несколько из них на переходах, где водители не заметили маленьких пешеходов. Но, по мнению госавтоинспекторов, акции с участием детей напоминают водителям о необходимости быть более внимательными на дорогах. Когда дети обращаются ко взрослым, то есть к водителям, водители прислушиваются к детям, соблюдают, обещают соблюдать правила дорожного движения. Практика показывает, дети зачастую переоценивают собственные возможности, считая себя быстрыми и ловкими. У них ещё не выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому именно водители должны учитывать, что на дороге может внезапно появиться маленький пешеход. И для этого важно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.